Программы Global можно использовать для расчета алюминиевых конструкций. R-штаб 9 применяется при расчете стержневых и каркасных конструкций. Если вы хотите рассчитать алюминиевые поверхности и тела, вам понадобится программа RFM-6. Отдельные профили часто имеют значение в алюминиевых конструкциях. Их можно создавать и анализировать с помощью R-section. Затем можно импортировать сечение в модели конструкций. С помощью аддона «Расчет напряжений и деформаций» можно рассчитать упругие и пластические деформации и выполнить анализ напряжений. Если необходимо настроить требуемые предельные значения, вы можете сделать это здесь, в настройках аддона. Например, таким образом можно учесть тепловые эффекты от процесса сварки и снижения допустимых прочностей. Для расчета на устойчивость доступен аддон «Устойчивость конструкции». Его можно использовать, например, для определения коэффициентов критической нагрузки и расчетных длин для линейных и нелинейных конструктивных систем. Неправильное моделирование часто становится причиной неустойчивости конструкции. Опять же, аддон может с этим помочь. Он также определяет формы колебаний для неустойчивых конструктивных систем, что упрощает поиск неправильных записей. Аддон «Расчет алюминиевых конструкций» требуется для расчета конструкций стержней. Он может выполнять расчетные проверки конструкции по предельным состояниям по несущей способности и пригодности к эксплуатации. После запуска аддона, активируются диалоговые окна для ввода расчетных длин, ограничений поворота и редукции сечений. Как и у других аддонов для проектирования, вы можете изобразить все расчетные формулы и, при необходимости, распечатать их в протоколе результатов. Также имеется полезный аддон для расчета стадий строительства. Вы можете использовать его для учета различных ситуаций, возникающих в процессе строительства в рамках расчета конструкции. Конструктивные элементы, такие как стержни, поверхности или опоры, могут быть изменены для каждой стадии строительства. Продолжение следует...